Аплодисменты Я благодарю за то, что вы приняли еще раз участие в нашем конкурсе. Хотелось бы просто сейчас в первую очередь познакомиться, представиться. Меня зовут Таргим Амсаев, это Максим Циденов. Это люди, которые являются организаторами конкурса «Айрадский талант». Конечно, сегодня у нас в лице Вячеславе Михайлович присутствует человек, который является генеральным партнером нашего проекта. Это салон «Судра связи Айрад». Человек, который нам помогает создать это мероприятие. Понимаете, да? Который помогает нам создать это мероприятие. Я желаю удачи в первую очередь. Еще раз повторюсь нашим вокалистам, эстрадникам, потому что у вас 12 июня будет полуфинал, где вам нужно будет показать себя по максимуму, во всей красе. Поэтому, ребят, давайте постараемся сделать номера шикарными, чтобы выглядели сумасшедше, пели вообще просто по-безбашенному и сделали так, чтобы это было очень-очень круто, чтобы зацепило всю публику, на которой вы будете выступать. Почему говорю публику? Этот полуфинал будет проходить в центре нашей столицы, на главной площади Элисты, на пагоде 7 дней. То есть перед большой аудиторией наши эстрадники будут работать. Это будет целый полноценный концерт. Перед вами будет разогрев. Наши финалисты, наши лучшие номера с первого этапа айрадских талантов, с первого конкурса, они будут на разогреве, как финалисты. После чего перейдем мы к вам. Эстрадники, вы будете выступать на пагоде перед всеми, получается, да? Перед всем городом, на День России. Там будут сидеть жюри, мы вас оценим, там, в общем, все будет там. У вас осталось вообще меньше даже двух недель, да? Но на протяжении этих двух недель, скорее всего, сейчас на данный момент, на базе Айрат-арены, мы будем проводить для вас, для всех участников, мастер-классы по актерскому мастерству. Кто будет давать нам этот мастер-класс? Это заслуженная артистка Республики Калмыкия, да, Марина Кикеева. Это режиссер Национального драматического театра Алексей Сарангов. Эти два человека, которые будут работать с вами по актерскому мастерству. Касаемо эстрадного танца, на базе хореографической школы, какой чуть-чуть сообщим позже, у нас будут проводиться мастер-классы по классу хореографии, да? Мы будем заниматься на протяжении двух недель так же. С педагогами, кто будет работать с вами по эстрадному танцу, мы сообщим об этом немножко позже. Ребята, ну, педагоги думают, как все это сделать. Что у нас касаемо по вокалу? С вами будут заниматься также педагоги, это учителя Эльсинского училища искусств и митра Черченкушова и один-два учителя из музыкальных школ города Элисты. Это вокалисты-эстрадники, джазовое исполнение, где будут вас распевать, определять ваш тембр и в каком месте мы начнем с вами работать, да? Ставить дыхание, ну, конечно, за две недели у нас это не получится, но, тем не менее, какую-то базу для себя вы все равно получите, да? Затем, на протяжении двух недель у вас будут встречи с нашими звездами калмыцкой эстрады, да? Они будут делиться опытом, все будет, это все будет происходить, все на базе АРЭТ-арены, да? У нас будет определенный класс, где мы будем встречаться, где у нас будут проходить мастер-классы, мы будем там петь, мы распеваться, встречаться с нашими гостями, беседовать, слушать, делиться опытом, задавать вопросы. Ну, у нас будет все это в форме диалога, да, на протяжении этих двух недель. Продолжая дальше, на протяжении двух недель до полуфинала, возвращаясь к нашим эстрадникам, да? Еще раз, ребят, подготовиться всем по максимуму. Мы номера вам давать не будем. То есть мы не будем с эстрадниками определенно работать. Допустим, Полина, ты поешь вот это, вот это, ты вот таких моментов не... Вы готовите номера сами, но при этом оповещаете нас, какие номера. Может быть, где-то будет звучать Полина Гагарина, допустим, да, образно говоря, да? Где-то будет звучать Бейонсе, ну, где-то может, где-то немножко может не совпадать. Мы будем делать, стараться делать так, чтобы репертуар у всех был приблизительно одинаковый, чтобы мы могли показать свои вокальные данные. Ребят, вокалистам обращаюсь. Выбирайте репертуар тот, где, в котором вы можете полностью на максимум себя проявить. Где вы можете прям четко, красиво, ясно донести до публики эту песню. Затронуть, да? Это самое главное от исполнителя, от артиста. Это самое главное. Публик тронуть, задеть за душу любого человека, который будет вас слушать. А людей у вас в полуфинале будет достаточно в центре города 12 июня. Поэтому мы будем смотреть на реакцию публики по аплодисментам. Соответственно, у нас еще будет жюри, где будут выставляться оценки. И это все будет учитываться, и после чего будем выводить трех лучших. Понятно, да, всем? Трех максимум. Ну, четыре максимум, да. Я не хотел чуть-чуть... Ну, три плюс один, ну, четыре максимум. Все, это крайнее, да? Ребят, вот такая небольшая информация для наших эстрадников, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...